Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой узор. Называется он имитация косы. Раппорт узора в высоту 4 ряда. Для образца набираем количество петель кратное 6. Кромочные набирать не нужно. Приступаем к вязанию. Первый ряд раппорта. Первую петлю провязываем изнаночной. Далее вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная петля. Вот мы связали раппорт по горизонтали из 6 петель. Затем повторяем. 1 изнаночная петля, 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1 изнаночная. И так будем вязать до конца первого ряда. Второй ряд. Первую петлю вяжем лицевой. Далее нам нужно провязать 4 изнаночные петли, сделав по 2 витка. Перебрасываем рабочую нить перед вязанием. Вводим правую спицу в первую петлю. Делаем рабочей нитью 2 витка. 1, 2. И вытягиваем их через петлю. Вот мы провязали 1 изнаночную петлю с 2 витками. Снимаем провязанную петлю с левой спицы. Затем повторяем. Нить перед работой. Вводим правую спицу в петлю. Делаем 2 витка рабочей нитью. 1, 2. И вытягиваем их. Провязанную петлю снимаем с левой спицы. И осталось повторить еще 2 раза. Вводим правую спицу. Делаем 2 витка. И вытягиваем их. Снимаем провязанную петлю. И последняя, 4 изнаночная петля с 2 витками. Провязанную петлю снимаем. Далее вяжем 1 лицевую. Вот мы связали рапорт по горизонтали из 6 петель. Затем повторяем. 1 лицевая петля. Вводим правую спицу как для провязывания изнаночной петли. И делаем 2 витка. 1, 2. Вытягиваем петлю. Провязанную петлю снимаем с левой спицы. 1. Затем повторяем. 2. 3. И последняя, 4 петля с 2 витками. 4. Перебрасываем рабочую нить за вязанием и вяжем 1 лицевую. Вот мы связали еще один рапорт. И так будем вязать до конца второго ряда. Третий ряд. Первую петлю провязываем изнаночной. Далее вводим правую спицу в первую петлю и снимаем ее с левой спицы, распустив 1 виток. Так нам нужно сделать со всеми 4 петлями с 2 витками. Снимаем вторую петлю, распускаем виток. Третью петлю снимаем и четвертую петлю снимаем, распустив 1 виток. Затем левую спицу вводим в первые 2 петли и перебрасываем их через третью и четвертую петлю. Третью и четвертую петлю одеваем на левую спицу и провязываем сразу третью петлю лицевой, четвертую петлю вяжем лицевой, а далее провязываем первую и вторую петлю. Также вяжем лицевыми петлями 1, 2, 1 изнаночная. Вот мы связали рапорт по горизонтали из 6 петель. Затем повторяем. 1 изнаночная петля. Снимаем петлю с левой спицы, распустив 1 виток. 1. Снимаем вторую петлю, распустив виток. 2. Третью петлю и четвертую петлю. Далее вводим левую спицу в первые 2 петли и перебрасываем их через третью и четвертую петлю. Одеваем эти петли обратно на левую спицу и сразу провязываем их лицевыми петлями. 1, 2. Затем первую и вторую петлю. 3. Вяжем лицевыми петлями за передние стеночки. 1 изнаночная. Вот мы связали еще один рапорт. И так будем вязать до конца третьего ряда. Четвертый ряд. 1 лицевая петля. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 1 лицевая. Вот мы связали рапорт по горизонтали. Затем повторяем. Лицевая петля. 4 изнаночных. 1 лицевая. Вот мы связали еще один рапорт. И так будем вязать до конца четвертого ряда. Довязав четвертый ряд, мы связали весь рапорт узора. Пятый ряд начинаем с первого. Вот такой узор имитации косы у нас получился.